Аким от Роллской области Серег Шапкенов отчитался о проделанной работе на республиканском брифинге в Астане. Он выступил в прямом эфире с докладом о социально-экономическом развитии области. В этом актуальна проблема трехсменного обучения, что негативно сказывается на успеваемости учащихся. Кроме того, в регионе наблюдается острая нехватка педагогических кадров. В настоящее время в отрасли не хватает более ста учителей. Для решения этой проблемы исполнительные органы власти предпринимают активные меры. В частности, в регионе начато строительство девяти новых комфортабельных школ. Планируется, что одна из них будет введена в эксплуатацию до конца текущего года. Глава региона также сообщил, что были проведены значительные работы по трудоустройству молодежи. В регионе созданы все условия для качественного образования учащихся. Однако, несмотря на это, существуют проблемы, связанные с обучением в трехсменных школах. В таких условиях учащиеся вынуждены учиться в тесноте и не имеют возможности полноценно усваивать материал. Кроме того, существуют проблемы нехватки учителей, преподающих такие предметы, как русский язык, физика и математика. Глава региона сообщил, что работает над решением этой проблемы. По его словам, к 2025 году планируется ввести в эксплуатацию еще шесть школ. Также активно ведется работа по привлечению молодых специалистов из Актьюбинской и Западно-Казахстанской областей для устранения дефицита кадров. В результате проделанной работы будет кардинально решена проблема девяти трехсменных и четырех аварийных школ. Кроме того, в следующем году планируется завершить строительство шести комфортабельных школ. К 2026 году планируется ввести в эксплуатацию еще три учебных заведения. На повестке дня еще один важный вопрос. В регионе наблюдается высокий уровень безработицы среди молодежи, поскольку спрос на специалистов в некоторых областях невелик, а заработная плата не соответствует их ожиданиям. В связи с этим большинство молодых людей предпочитают работу вахтовым методом. Для решения этой проблемы в настоящее время принимаются комплексные меры. В рамках проекта «Булашак Кинеу» планируется увольнение более 18,5 тысяч граждан в этом году. По состоянию на 1 ноября было высвобождено 11 155 сотрудников нефтяных компаний. Более 4 тысяч из них являются жителями Атраусской области. 90% из них были охвачены мерами социальной поддержки. Стоит отметить, что часть сотрудников, работавших на Тенгийском месторождении, в настоящее время задействована в нефтегазовых проектах в Катаре. Для информации сообщаем, что с начала текущего года в регионе было создано около 400 рабочих мест. 21 тысяча граждан была трудоустроена на постоянную работу. В следующем году стоит задача удвоить этот показатель. В связи с этим Аким области подчеркнул, что работа в данном направлении продолжается.